Наталья Костырева – фитнес-тренер в собственной студии, а в прошлом – педагог образовательного учреждения и корреспондент на городском телевидении. Стоит сказать, она всегда шагала со спортом по жизни. Сегодня же тренерство – это не просто хобби, это любимое дело, которое успешно развивается. Больше 10 лет назад, когда пошла просто заниматься в фитнес-клуб, меня это так затянуло, что начались бесконечные обучения и повышения квалификации. И однажды я увидела ролик в интернете, где девочки, как сумасшедшие, скачут на батутах. Это оборудование еще не было распространено ни в Екатеринбурге, ни в Москве, только открывались первые студии. Я тогда зацепилась за это, начала искать это оборудование. Нашла его в Новосибирске, хорошего качества, и я мечтала о нем. Именно о нем, но на тот момент я не могла себе это позволить, потому что оборудование было действительно очень дорогое, но мечты сбываются, и мне в этом помогли. Воплотить мечту в жизни, приобрести дорогостоящие оборудования и иной спортивный инвентарь помог социальный контракт, который Наталья подписала в прошлом году. Для этого она обратилась в управление социальной защиты населения, где ей оказали информационную поддержку, рассказали, где можно получить знания по основам предпринимательской деятельности. Когда я получила всю эту информацию, я села писать бизнес-план, проштудировала интернет, маркетплейсы для того, чтобы приобрести данное оборудование. И после того, как я уже отправила бизнес-план, наверное, прошло недели две. Когда я получила ответ, в течение, наверное, двух-трех недель мне было одобрено это. Сейчас Наталья готовится к тренировке по джампингу. Вечером придет еще одна группа на фитнес. Клиентов хватает. Занятия проходят пять дней в неделю. Наталья, как и остальные контрактники, должна направлять справки о доходах в соцзащиту в течение года. Но это тренера не пугает. Отчетность несложная, все доступно. В прошлом году у нас всего заключено 44 социальных контракта. Из них на поиск работы 33 социальных контракта было подписано. На развитие индивидуального предпринимательского дела 9 контрактов. Ну и три – это на иное. Это просто семьи, которые находились действительно в очень сложной ситуации. Эти перечень у нас примерный утвержден постановлением правительства. И мы им оказывали помощь для того, чтобы они преодолели свои трудности. Каждому обратившемуся в Управлении социальной защиты населения индивидуальный подход. Экспертная комиссия разрабатывает программу, рассчитанную для конкретного человека. Соцконтракт заключается по четырем направлениям – преодоление трудной жизненной ситуации, поиск работы, открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства. Остановимся на последних двух. Это и другое направление предусматривает предоставление гражданинам бизнес-плана. То есть он должен сначала продумать, какую он деятельность будет осуществлять, продумает все условия. И также по ведению личного подсобного хозяйства он тоже должен продумать своего рода бизнес-план, как он будет развивать это дело. Далее, если гражданин претендует на получение такой помощи, то он в обязательном порядке, это условия действуют с 1 января этого года, это изменения в действующем законодательстве. Сейчас он в обязательном порядке должен пройти тестирование для определения уровня предпринимательских навыков и получить сертификат об успешном прохождении такого тестирования. Даже если не прошли тест первого раза, вам предоставляется еще один шанс на получение сертификата, но уже после того, как вы пройдете 16-дневный курс обучения по основам ведения бизнеса в фонде поддержки предпринимательства. Гражданин презентует экспертной комиссии свой бизнес-план. И если комиссия принимает решение, что действительно он может эффективно реализован быть, и гражданин может начать самостоятельно зарабатывать, получать доходы, то есть содержать себя и свою семью, тогда экспертной комиссией разрабатывается перечень мероприятий для реализации этого бизнес-плана. Ну и определяется размер выплаты. Максимальный размер выплат для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности – 350 тысяч рублей, для ведения личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Данная мера поддержки на территории Полевского реализуется уже четвертый год. За это время свои идеи воплотили в жизнь более 20 жителей нашего города. Сегодня в Полевском по социальному контракту открыта семейная кузница. Работает мастерская по изготовлению тортов, автосервис, столярная. Отметим, что за господдержкой на открытие своего дела чаще все же обращаются девушки. Это женщины, которые уже имеют опыт, пусть дальше неофициально проводимой деятельности, но они уже знают, чего они хотят. Они уже очень четко видят, как они могут реализовать свои проекты и какой будет доход. То есть им нужна только помощь на приобретение какого-то оборудования или каких-то средств для того, чтобы расширить свое дело. Либо это идут молодые, такие творческие, вдохновленные, у которых глаза светятся, девушки, которые хотят себя попробовать и чем-то заниматься в этой жизни. Татьяна Таран – еще одна полевчанка, которая подписала социальный контракт на открытие собственного дела. Как и остальные участники госпрограммы, составила бизнес-план, защитила его и вот уже в ее ателье современное швейное оборудование, приобретенное на средства контракта. Четыре швейные машины, два манекена, компьютер с принтером должен быть. Ну вот это вот и в работе пока. Самым сложным, признается Татьяна, было решиться на участие в госпрограмме. Написать бизнес-план это вообще казалось из мира фантастики, но все получилось. Воплотить в жизнь прописанное на бумаге помогли близкие. Восстановили раскроенный стол, оборудовали пространство светильниками, подготовили электрику. Стоит сказать, что поддержка родных и друзей – это колоссальная помощь в любом деле, особенно если это касается исполнения мечты, говорит Татьяна. У меня мечта была шить изделия для народа. Вот она осуществилась, я решила. Изначально швея, потом я закончил модельер-конструктор швейных изделий. И вот мечта у меня с детства. Заказы у Татьяны на швейные изделия были и ранее. Сейчас клиентами помогает сарафанное радио. На днях закончила отшивать партию спортивных костюмов. В планах изготовление гимнастических купальников для выступления команд чарлидеров и девчонок, занимающихся художественной гимнастикой. Впереди выход на маркетплейсе и расширение объемов. Социальный контракт – это реальный шанс для развития своего бизнеса, говорят участники, подписавшие его. Это востребованный инструмент господдержки. По словам специалистов, за две недели в управлении социальной политики Полевского по вопросам развития собственного бизнеса позвонили еще несколько человек. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok